здравствуйте уважаемые зрители канала про цветок меня зовут дмитрий я садовник и владея личного подсобного хозяйства и сегодня мы опять в гостях на складах про цветок сегодня опять я буду выбирать растения для своего сада на этот раз хочу купить луковицы гладиолусов луковицы лилии а еще выбираю себе классные клематисы давайте же поговорим как выбрать растение для своего сада например передо мной стоит клематис посмотрите какой высоты какое большое растение если приобрести такое растение она зацветет уже в первый год на нем уже появляются листочки и бутончики если посадить его в сад в мае уже летом будет цветение опять же обращаем внимание на корневую систему многие недобросовестные продавцы высаживают растения в горшки перед посадкой и корневой ком еще не совсем сформировался корни не оплетает горшок и когда мы пересаживаем растения вся почва всыпается с корней и такое растение плохо приживается поэтому опять же не поленимся достаем растение из горшка и смотрим на корневую систему весь ком должен быть покрыт корнями а сейчас про луковицы очень популярно в последнее время выращивать гладиолусы наверняка каждый из нас выращивают их у себя в саду кто-то выращивает для срезки детям на букеты в школу а кто-то выращивает для красоты я также люблю эти цветы и всегда их выращиваю каждый год приобретая новые красивые сорта у нас на складах также есть и луковицы гладиолусов опять же смотрим на здоровье луковицы луковица гладиолуса должна быть однотонного цвета она может быть желтой оранжевой не должно быть никаких пятен никаких повреждений срезов признаков плесени и различных заболеваний вот такая луковица она будет здоровой на ней уже могут быть небольшие росточки что хорошо потому что гладиолусы скоро можно высаживать в открытый грунт уже у нас достаточно тепло и в конце апреля можно приступать к посадке после того как вы приобрели луковицы перед посадкой конечно их нужно обеззаразить можно использовать различные растворы для обеззараживания например я использую опять же раствор биопрепаратов на основе триходермы замачиваю луковицы примерно на час на два в этом растворе и потом приступаю к посадке а еще у нас на складах очень много клуб корня клубней георгины различные сорта различной крас красивой расцветки различной высоты различные формы цветка одни из моих любимых цветков посмотрите какие у них хорошие здоровые корни клубни есть корневая шейка вы здесь пойдут появятся росточки их можно высадить грунт конечно в наших условиях в нашем климате георгины осенью быстро замерзают когда появляются ночные сильные заморозки лучше чтобы георгины зацветали пораньше и их перед посадкой нужно прорастить если бы приобрели вот такие вот здоровые георгины корни клубни перед посадкой примерно за две недели хотя бы а лучше за месяц посадить их в ящике с торфом их нужно поставить в ящик и засыпать торфом чтобы корневая шейка была наверху они пустят пустят росточки начнется вегетация а значит георгины раньше зацветут и будут вас радовать более ранним цветением а еще я очень люблю лилии лилии бывают различных сортов есть например азиатские лилии они имеют слабый аромат или вовсе его не имеют а есть восточные гибриды есть гибриды с восточными лилиями и с лилиями трубчатыми они самые ароматные вот я их предпочитаю выращивать у себя в саду нужно отметить что вот такие гибриды называются то гибриды они имеют большую силу роста некоторые сорта могут вырастать до двух с половиной метров высоты это настоящие цветущие деревья в отличие например от азиатских такие такие лилии цветут более продолжительное время цветут в более поздние сроки однако цветение очень пышно и аромат цветов стоит на весь сад нужно отметить и форму цветка они очень большие иногда диаметре цветы могут достигать 40 сантиметров это как настоящие тарелки на кустах при покупке также лилии обратите внимание на качество посадочного материала могут быть конечно налили их иногда и какие-то пятнышки но это не всегда признак заболеваний это может быть просто усыхание либо лилии могут подпредь когда хранятся в торфе поэтому перед посадкой ну также я рекомендую их немного обеззаразить в растворе биопрепаратов если вы покупаете вот такую лилию кстати можно из одной луковички сделать множество луковиц получить свой посадочный материал для этого отделите два слоя чешуек и высадите в грядку появятся небольшие росточки и у вас будет больше растений сейчас у нас на луковичные растения и на хвойные растения и на плодовые действуют большие скидки до 70 процентов поэтому всем рекомендую заказать у нас классные качественные товары ссылка на акцию под роликом в описании спасибо за внимание до новых встреч спасибо за просмотр!